Владимир Еремин показывает на схеме, где именно планировали строить реабилитационный центр для детей-инвалидов в Саранске. Даже календарики с макетом здания выпустили в 1995-м. Красивый, а главное вместительный социальный объект, нужен особенным детям, как воздух. Но такие центры в России – большая редкость. Они есть в Москве, Питере, а дорога и проживание – дело затратное. Мечта построить собственный в Саранске воплотилась только на бумаге. Проект занимает около 20 папок. Владимир Михайлович и сам не знает, почему до сих пор хранит эту документацию. Раньше обращался и в правительство Мордовии, и в главе республики. Мне всегда говорили, что как будет федеральная программа по реабилитации детей-инвалидов общей, так мы ее сразу построим. Потому что есть объекты более значимые, чем это реабилитационный центр, которые нужно сегодня строить, а не завтра. И вот мы недавно видели по телевизору, тоже такие вопросы поднимают и врачи, и эксперт у Путина на госсоветах, что нужно строить. В республиканском обществе состоят более сотни семей с особенными детьми. Пациенты со сложными диагнозами – ДЦП, аутизм, онкологические заболевания – нуждаются в специальном уходе. Наряду с лекарствами им показан массаж, развивающие игры, лечебная физкультура. Добиться квоты на лечение в других регионах удается далеко не всем. Ольга Ураскина вспоминает, как возила дочь в Москву и, к счастью, тратилась только на питание для себя. А некоторые, конечно, ездят по квоте, но проживают рядом, которые есть гостиницы, квартиры кто-то сдает, есть объявления в больницах. И родители, естественно, днем находятся на лечении, а на ночь уходят, даже есть отделение, которые приезжают, даже анализы оплачивают там. Это я лично сама видала. И мне приходилось оплачивать анализы, которые здесь, например, у нас не брали, а там именно, нужно там эти анализы. И мы там оплачивали их лично сами. Реабилитационные программы помогают особенным детям вырасти полноценными членами общества. Как они работают, можно судить, пообщавшись с пациентами специализированных клиник. Дети менее замкнуты, перестают бояться окружающих. Вопрос о строительстве центров реабилитации для инвалидов много раз поднимался на совещаниях с участием президента страны. В декабре месяце было награждение в Кремле, он граждал. И там руководитель ему организации тоже сказал депутат Госдумы Владимир Владимирович, что в Москве центры есть, в Московской области есть, а в других регионах очень большая проблема. Может мы соберем госсовет по этому делу в Петербурге и примем решение о строительстве полномасштабных центров реабилитации по всей России, и детских, и взрослых. Но пока чудо не случилось, местное общество смогло добиться лишь маленького помещения в полторы комнаты, где тесно даже втроем. Я как мама особенного ребенка тоже присоединяюсь к пожеланию иметь реабилитационный центр в Саранске, потому что лечиться не у всех есть возможность на выезде, родители работают и постоянно выезжать невозможно. А детям нужно не только лечение, но еще и развитие дополнительное, без которого на одном лечении просто не вытянешь ребенка. Услышьте родителей, нуждающихся в постройке реабилитационного центра. Очень вас просим. Алена Маскалева, Павел Толобаев. Наши новости. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова